Приветствую вас, мои прекрасные! На связи Богдан Донбраво, я живу в Словакии. Кто меня уже знает, сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И обязательно, друзья, обязательно, вот прям убедительная просьба, пожалуйста, напишите любой комментарий, поставьте лайк. Кому я не нравлюсь, поставьте обязательно дизлайк, потому что вся вот ваша любая вот эта вот активность, она очень-очень полезна для канала. Сегодня будем говорить про бюрократию Словакии, как вы поняли уже из этого видео. Разберем, какие есть моменты и к чему вам нужно быть готовым. Первое. Приведу сразу несколько примеров. Если вы занимаетесь какими-то документами Словакии, сразу будьте готовы к тому, что ваш документооборот будет гораздо ниже, гораздо меньше, чем это было, например, у вас в Украине. То же самое, если вы живете, например, в Германии или в какой-то другой стране, то, соответственно, здесь по сравнению с этими другими странами у вас будет вообще очень мало этого документооборота. Сейчас объясню по-человечески, что я имею в виду. Есть минимальный уровень. Это бюрократия Словакии. Мало бумажек надо, меньше заморочек. Есть такой среднячок. Это Украина, где принесите бумажку мне, вот оттуда, отсюда. Ой, а мы вам эту бумажку не дадим, потому что не дадим. Или вот поднимитесь на второй этаж, поднимаетесь на второй этаж, им говорят, нет, знаете, мы здесь это не делаем, уезжайте в другой конец города, делайте там, приносите сюда. Это такой среднячок. Hard level такой. Это, например, как в Германии, да, как рассказывают мои некоторые знакомые, что там принесите термин на термин, бумажку на бумажку, справку на справку, все это храните, бла-бла-бла и так далее. Вот, то есть понятно, Словакия минимальный уровень, Украина среднячок, там, Германия, какие-то другие страны, это там hard level, высокий, да, сложный уровень. Приведу несколько примеров, чтобы вам было понятно. Когда я устраивал своего ребенка в садик, мне нужно было заполнить несколько бумажек. Первая, общая бумажка, где нужно было написать имя ребенка, там имя родителей, номера телефонов. Вторая бумажка такая же, мне нужно было ее взять, отнести к врачу, чтобы врач просто поставил одну печать, что-то там написал немножко от руки, посмотрел вот так вот на моего ребенка, сказал, все, отлично, вы здоровы, идите, прививки у вас есть, да, все супер, вперед. Все. Ну еще ладно, политику, политику обработки этих персональных данных я еще подписал. Больше ничего, все, весь процесс. Когда мы уходили из садика, а я, кстати, устраивал ребенка три раза в сад своего, да, и когда мы уходили из садиков, да, тех старых, то просто сказали, окей, вы хотите уйти в середине даже года, окей, не проблема, хорошо, все, типа, вы свободны, вы все заплатили, да, окей, да, вы заплатили, все, идите, хорошо, вы свободны, ничего не нужно подписывать. Я помню, когда я в Крыму забирал своего ребенка из сада, я ждал, когда придет вот эта вот супер директриса, супер важная фея, и мне нужно было там заполнить куча-куча-куча всяких непонятных бумажек, и тоже, когда ребенка я устраивал, тоже нужно было там пройти через девять кругов ада. Здесь такого нет, здесь все гораздо проще. Следующий пример со свадьбой. Если вы хотите заключить, так сказать, здесь брак в Словакии, то единственным вашим геморроем может стать это как раз украинская бюрократия. То есть, это не способность, а наличие справок, довидка, да, называется, довидка о том, что вы там не в шлюбе состоите, да, не в браке. Следующее, то, что, что там еще у нас, о состоянии брака, о том, где ваш адрес был, да, прописка ваша какая была, и еще нужно будет вам, это, конечно, для Словакии, перевести ваше сельство о рождении. То есть, по сути, если у вас нет двух справок, что вы не состоите или там состоите в шлюбе, да, в браке, вам нужно ехать в консульство и решать через консульство. То есть, вам нужно ехать ради этой бумажки, которую можно вообще выдать вот, ну, вот прям за пять секунд, чтобы она была заверенная. Вам нужно будет поехать в Братиславу, если вы живете в другом каком-то регионе Словакии, да, поехать в консульство. Постоять там в очереди или записаться, потратить кучу своего времени, вернуться обратно, и так может быть даже два раза. Если вы, допустим, обратились за услугой, как я, ну, и пришел паспорт забирать, да, и думаю, ну, раз я паспорт пришел забирать, то мне эту бумажку за пять секунд дадут. Нет, нифига не дадут. То есть, и в этом плане, конечно же, у вас будет много геморроя вот с украинской стороны. Со Словакской стороны никакого геморроя не будет, скажу вам сразу. Следующее, если вы справились с этими двумя бумажками, а если вы, например, с этой пропиской вдруг там вы из Крыма, да, или там с Донецкой или Луганской области, откуда-то оттуда, где-то под оккупацией даже, и у вас, вам, вам Украина не даст эту бумажку, то вам нужно искать какой-то план Б. Если у вас такая ситуация, напишите, мне не дает Украина такую бумажку, напишите, я вам расскажу в комментариях, или запишу отдельное видео, расскажу, дам решение. Дайте обратную связь касаемо этого, потому что это то, что прям, ну, вызвало у меня много, так сказать, нервов. Объясню так. Следующее, какой еще пример хочу пообъяснить. Пример с нотариусом. Я в шоке от того, какие сладкие нотариусы, то есть в том плане, сколько они, как мало денег они берут, и как просто все делается. Мне нужно было заверить подлинность документа. Я пошел к нотариусу и говорю, здравствуйте, мне нужно заверить подлинность документа. Я говорю, вам, типа, весь документ надо заверить или одну страницу? Говорю, нет, мне только одну страничку заверить. Хорошо. Я говорю, а там будет написано имя, фамилия человека, ну, то, что это его, да, там, документ. Не-не-не, не надо, просто я вам заверю, сейчас вам сделаю. Пришла, отсканировала, заверила, да, действительно, верная бумажка, ни имя, фамилии там ничего нет, просто то, что этот документ действительно является действительным. Все. И стоило мне это внимание евро 60, не 16 евро, а евро 60. Я знаю, что если я пришел по такому вопросу, например, в Крыму, да, к этому нотариусу, ну, с меня бы взяли, ну, минимум, там, евро 10, да, 10 евро, там, или там 20 евро, может быть, даже 30 евро в некоторых случаях. Здесь вышло по-другому, и все решилось очень быстро. Этим мне и нравится эта страна, что решаются все эти вопросы максимально просто. Никто не сует тебе палки в колеса, и никто не делает так, что а ну-ка, сходи на 10-й кабинет, на 10-й этаж, потом оттуда в другой конец города, потом на Юпитер, облети 10 раз, получи там бумажку, там мы тебе откажем, там мы тебе разрешим. Такого нету. Вот. Это важный момент. При этом все, все это на наступном, на понятном языке. То есть не нужно будет переводить это с переводчиком и офигевать от того, что вам там переводчик написал. Словацкий язык очень простой, очень понятный, его может выучить каждый человек. Ну вот, кто из наших стран, да, кто разговаривает на русском, на украинском языке, да. Это простой язык. Он проще, чем польский. Он проще даже, чем чешский, потому что нету этого бже, пче и прочего. Понятно, что там легче, чем там венгерский язык, английский и так далее. Я этот язык схватил очень быстро. И соответственно, если вы сюда приедете и будете не просто тратить свое время, там, как-то там смотреть просто на людей, да, и как-то с ними пытаться общаться, а именно будете изучать язык, купите себе книжку, называется классная книжка «Крижелм Кранжем» от Словацкого университета. Будете учить по ней, будете общаться с людьми, то вы очень быстро выучите язык, очень быстро его схватите и у вас все будет классно. Вы будете хорошо говорить, вы будете хорошо писать, вы будете нормально понимать, вы будете классно коммуницировать. У вас это все будет. Но если будете там надеяться на то, что вы выучите язык только за счет разговора с людьми, да, как-то вы учите, но будете говорить, как какой-то, ну, иностранец, непонятно, неразумно и так далее. Вот. Это важный-важный момент. Касаемо ваших детей, поймите, что когда ваши дети пойдут в школу или детский садик, они язык выучат очень быстро. У меня дочка 4 года, она ходит в садик, через месяц, да, через месяц где-то, я уже удивляюсь от того, как хорошо она говорит. Не то, что она там в совершенстве болтает, разговаривает, нет, это не так. Но она очень быстро схватывает, очень классно она говорит, очень хорошо, очень быстро этот весь процесс идет. Я удивляюсь тому, как быстро дети схватывают. Поэтому, если вы переживаете со своей семьей, вы можете не волноваться, все будет хорошо, все будет нормально. Вы сами выучите язык, язык простой. Ваши дети быстро выучат, они быстро впишутся в коллектив. Задавайте ваши вопросы в комментариях, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, напишите любой комментарий для продвижения этого видео, это очень-очень важно. Благодарю вас за просмотр, вы сегодня сделали правильный выбор, потому что вы узнали много чего интересного и полезного про эту страну. Я вас поздравляю, до скорых встреч, пока-пока.